Универ Ньюс приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана. Прямо сейчас речь пойдет об интересных событиях из жизни Казанского федерального и последних новостях науки. Меня зовут Аделя Шамилова и мы начинаем. Мир магии волшебства открыл свои двери в лице имени Лобачевского КФУ. Абсолютно четкая логика способна поразить воображение, что и произошло на лекции приуроченной Году Лобачевского. Что движет коррупцией? Старая проблема требует новых решений. 13 ноября Казань посетил президент компании Хальдор Топса господин Бьерны Клаусен. Все подробности визита расскажет Анна Глазунова. 13 ноября состоялась встреча президента Республики Татарстан Рустама Миниханова с президентом компании Хальдор Топсе Бьерны Клаусеном. Компания Хальдор Топсе специализируется в области производства и продажи катализаторов. Она является одной из самых наукоемких производственных компаний Дании. Хальдор Топсе ведет активную практическую работу с вузами республики по реализации совместных научно-исследовательских проектов. На встрече присутствовал и проректор по образовательной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский. В 2015 году был подписан меморандум о сотрудничестве Казанского федерального университета с компанией Хальдор Топсе. Казанский университет уже давно занимается производством катализаторов. Такой завод запущен на площадке Нижнекамск-Нефтехима. Поэтому присутствие на встрече представителя Казанского федерального университета было необходимо. В 2016 году президент Республики Татарстан Рустам Миниханов уже встречался с президентом компании Хальдер Тапсе Бьерне Клаусеном. Повторная встреча только лишний раз подтверждает интерес президента глобальной корпорации Бьерне Клаусен к Республике Татарстан. Анна Глазунова, Универ Ньюс. 11 ноября в концертном зале Уникс состоялось торжественное посвящение в лицеисты. Новоиспеченные ученики в этот день смогли окунуться в волшебный мир магии и волшебства. Пожалуй, каждый хоть раз в детстве смотрел сказку о юном волшебнике, который одолел того, кого нельзя называть. Прочувствовать атмосферу потерианы смогли учащиеся IT-лицея КФУ. Окунуться на один день в мир Гарри Поттера и примерить распределяющую шляпу, да прочувствовать всю силу IT-магии смогли вновь прибывшие ученики IT-лицея КФУ, которые прошли жесткий отбор, тестирование, контрольные и профильные собеседования. Преподаватели или маги большие, они будут вас учить, натаскивать, давать инструментарии для того, чтобы раскрыть новые знания, новые знания в области новых технологий. К мероприятию учащиеся готовились целый месяц, усердно работали над движениями, со своими преподавателями продумывали программу праздника. Традиционное мероприятие, которое проводится ежегодно, и мы очень рады, что наши новые дети, именно в процессе подготовки, они привыкают к обстановке, они заводят новых друзей. Принимали участие в концерте как лицеисты, самые маленькие вновь прибывшие, так и выпускники. Ну, посвящение мы хотели с эмоциями, красиво посвятить наших новеньких ребят. Мне сказали, выбирай, или Терон, или Драка Мафа. Ну, Драка Мафа, одержав победу, я решил взять его. Закончилось столь масштабное событие традиционным сэлфи на главной сцене концертного зала Уникс. Диана Шилова, Леонард Блетьяров, Универ Ньюс. В КФУ прошли очередные занятия в детском университете. Чем они запомнятся юным почемучкам, расскажет Олег Кашин. Очередная лекция детского университета КФУ состоялась 12 ноября в Униксе, на которой дети от 8 до 12 лет узнали про сердце и кровеносную систему человека. Напомним, что детский университет не призван заменить детям школу, ведь лекция проходит всего два раза в месяц. Цель университета – убедить детей, что наука – это сложно, но очень интересно. Все, что происходит на лекции, больше похоже на шоу. Это связано с возрастом участников. Заслуга преподавателя – это умение завлекать, ведь найти общий язык с детьми гораздо сложнее, чем с обычными студентами. На лекции активно используют видео, фото и показывают различные эксперименты. Все это сделано для того, чтобы максимально заинтересовать и вовлечь детей в процесс обучения. Даже на перемене дети не спешат отдыхать. Такой у них сейчас возраст. Всему задавать вопрос «почему». Именно поэтому дети задают вопросы преподавателям, а те, в свою очередь, с радостью на них отвечают. Ведь это очень важно – уметь легко и доступно ответить ребенку. В детский университет Казанского федерального университета дети приходят именно за ответами на свои вопросы. И они всегда их получают. Олег Ашин, Андрей Багаудинов, Универньюз. Год Лобачевского продолжается в Казанском федеральном университете. Очертным мероприятием стала лекция о воображаемой логике. Подробнее в сюжете Артем Тупичкина. 11 ноября в КФУ состоялась лекция «Профессор Казанского университета Васильев и его воображаемая логика. Эвристические возможности метода Лобачевского». Мероприятие состоялось в рамках проведения года Николая Лобачевского в КФУ. Лектором выступил профессор Валентин Бажанов, представитель Ульяновского государственного университета и заслуженный деятель наук Российской Федерации. Лекция была посвящена деятельности профессора Казанского университета Николая Васильева, в особенности его работам в области воображаемой логики. Лекция стартовала с биографии Васильева. Также пришедшим на мероприятие было рассказано о развитии системы неаристотелевой и основных разделах современной неклассической логики. Лектором вместе с аудиторией частично были разобраны проблемы истолкования частных суждений, метод Лобачевского, психологизм в логике и другие вопросы данного научного направления. Артем Тупичкин, Аннарина Ганиева, Владислав Михневский, Универ Ньюс. Выставка антикоррупционных плакатов прошла в Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого. Наша съемочная группа попала на это мероприятие и своими глазами увидела, как молодежь говорит уверенной нет коррупции. В честь Международного дня борьбы с коррупцией Департамент по молодежной политике Казанского федерального университета организовал конкурс «Коррупция. Твою нет. Имеет значение». Выставлено более ста работ. Конкурсная комиссия приступает к работе. И уже в декабре, накануне 9 декабря, будут у нас подводные награждения. Выставка проходит третий год и стала уже традицией. Планируется увеличить охват участников и публикации работ на таких площадках, как метро и другие общественные места. Кулямова Тахмина, Роман Самарин, Универ Ньюс. Российские и зарубежные ученые продолжают изучать один из опаснейших вирусов современности. Известный всем как хантавирус в группе риска «Весь мир». Хантавирус вызывает тяжелые заболевания, сопровождающиеся поражением почек. В тяжелых случаях – внутренними почечными и желудочными кровотечениями. Какими путями университетские ученые создают лекарства от грозного вируса – узнаете прямо сейчас. Во всем мире хантавирус признан инфекционным заболеванием. И кажется, что хантавирусная инфекция всегда жила рядом с человеком. История помнит, как в 50-х годах прошлого века хантавирус поразил около 3000 военных в Корее. Инфекция вызывала лихорадку, почечную недостаточность, вегетососудистые свертывания крови и многое другое. Поиском лекарства от коварной болезни занимаются ученые во всем мире. Так, например, сотрудники Института фундаментальной медицины и биологии КФУ совместно с иностранными коллегами провели анализ цитокинового профиля сыворотки крови больных хантавирусной инфекцией. Предполагается, что исследовательские данные позволят лучше диагностировать тяжесть протекания заболевания и послужить в перспективе основой для создания лекарств. Наши исследования помогают выявить иммунологические маркеры, то есть как иммунитет реагирует на возбудителя заболевания и связать характер иммунного ответа с тяжестью протекания заболевания. В Республике Татарстан диагностируется легкая форма мышинной лихорадки или эпидемическая нефропатия, в то время как хантавирусный легочный синдром в большей степени распространен в странах Северной и Южной Америки. В нашей местности хантавирусы вызывают так называемую геморрагическую лихорадку с почным синдромом или мышиная лихорадка. В основном это поражаются почки. И смертность от этого заболевания невысокая, но, к сожалению, достаточно высокий процент осложнений. Команда под руководством Альберта Резванова из Казанского федерального и Светланы Хайбулиной из Университета штата Невада уже изучила цитокиновый профиль образцов сыворотки, собранных в ранние и поздние сроки этих заболеваний. А вот в Америке там болезнь протекает совершенно по-другому. Там другой штамм возбудителя заболевания, там поражаются легкие. И человек в основном умирает от легочной недостаточности и иногда бывает осложнение с сердцем. Известно, что способность вирусов активировать цитокиновый шторм в организме больных открывает новые возможности фундаментальных исследований, позволяет лучше диагностировать тяжесть протекания заболевания и служит основой для создания лекарств. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Уивер Ньюс. На этом все. На сегодня с вами была Аделя Шамилова. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok